Помните, мы говорили с вами про любовь? Мы говорили, что это двигает. Что когда ты делаешь это с любовью, с энергией у тебя дарят глаза. У тебя просто зашкаливает градус эмоций, градус энергии, градус успеха. И тебе не надо ничего говорить, люди сразу понимают, что ты успешен, что у тебя можно научиться, что у тебя есть что-то такое, чем ты можешь проделиться. Ведь почему сегодня на первом виду себя лидеры, которые не первый раз на событии, которые стояли на сцене, которые были на лидерском фуршете, лидеры, которые что-то сделали, они достигли каждого своего успеха. А ведь кто-то гуляет по залу, а кто-то куда-то выходит, теряет вот этот фокус. Чувствуете? Первые ряды никуда не ходят. Вот я всегда нахожусь в зале, я всегда это смотрю, потому что для меня это важно. Мы приехали сюда с вами на события. Занкните друг. Ведь каждый приехал сюда со своей мотивацией. Правда? Кто-то приехал осознанно, сам. Сказал, мне это нужно. Я, ну, как-то не получается что-то у меня. Мне нужна не просто мотивация, а какое-то сознание. И прослушал каждого спикера, вот как раз, 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 каждое слово, оно как раз и сложилось. Я вылетаю в руки. Кто-то приехал сюда. Ну что скрывать? Погулять по шикарному, прекрасному в Санкт-Петербургу. А события вроде как так между прочим, ну, подгадать под даты. Есть такое? Коллеги, ну я ведь правду говорю. Правда, есть. И попав вот сегодня в этот зал, у вас тоже что-то перевернулось. Я тоже в этом уверена. Кто-то, может быть, приехал, потому что сказал наставник. Но для меня очень важно, чтобы именно сегодня. У нас это событие уже в прошлом. Через несколько минут это будет история. Это будет история, та традиция, которую мы открывали. Белые ночи в Санкт-Петербург, Волносфорум. И я очень счастлива, что эта правда есть. Что мы с вами вместе все это сделали. Но это уже будет история. Будет второй формул, третий. Мы снова встретимся в Санкт-Петербурге. С кем-то мы встретимся уже чуть-чуть пораньше. В Белградином, грандиозном событии, в компании. Это встречи, которые меняют каждого из нас. И вот есть черта, то не после. Я всегда это говорю. То, что после каждого события, почему победа в Волносфоруме? Почему они растут? Потому что они у нас на пути. Потому что они внутри. Они делятся, они применяют, они отдают. Отдают с любовью, с той искренностью. И те кейсы, которые мы с вами услышали, коллеги, это бесценно. Знаете, это ни за какие деньги не купишь. Можно ходить куда-то учиться, покупать какие-то кейсы, знания. Это реально супер, вообще непонятно что. И многие это делают. Думают, что какая-то волшебная коклетка сейчас мне поможет. Но это не работает. Лидеры делились потрясающими, классными кейсами, которые они прожили. Пережили. Это их опыт. Каждое слово – это сильная компетенция. Это то, что заметело, и оно каждому из вас поможет. Вот из каждого тренинга вы наверняка взяли свое. И вот фокус – это и есть то, что вас приводит к цели. Моя сильная компетенция – я всегда четко держу фокус. Я четко понимаю, что я хочу, что мне нужно для этого сделать. И уехав в события, друзья, важно, чтобы вы не размыли этот фокус. Фокус – это ваша цель. Мы можем отходить, мы можем что-то менять. Мы можем менять стратегию, движение. Но цель всегда должна только расти. Только расти. Никогда не отказывайтесь от своей цели. Мы все с вами вернемся в свои города. Кто-то в страны. Мы улетим. Мы снова погрузимся в тот мир, в котором мы были до события. Вот эти эмоции, вот это первое впечатление. Запишите сегодня. Посматривайте это. Можете даже свою цель записать. Сами проговорить партнерам, чтобы усилить это. Что я хочу? Для чего я здесь? Это самое важное. Ваша собственная жизнь. Ваша собственная цель. Чтобы вы ее не размыли. Чтобы вы четко понимали, на чем держать фокус. Вот это главная сегодня моя задача. Постараться вам донести вот эти моменты, друзья. Это уже история. Ну а мы с вами работаем. Как всегда у меня кликера нет. По слайдам сейчас пройдемся, друзья. Дальше это уже просто техника. Начнем держать фокус в бизнесе. Я буду говорить про это. Цель наша может быть не обязательно уровень карьеры. Это может быть цель покупки квартиры, недвижимости. Это может быть переезд в другой город, путешествия. Но чтобы достичь цели, в любом случае, это деньги. На любую цель нужны деньги. Согласитесь? Для того, чтобы покупать продукты для здоровья, заниматься фитнесом, ходить в классные бассеи, в зал с персональным тренером, нужны деньги. Нужны деньги хоть на что. И поэтому мы с вами будем говорить о фокусе в бизнесе. И работаем от события к событию. Следующее событие. Это у нас событие в Белграде. Грандиозное, масштабное, классное. Мотивация сейчас у многих. Мы разговаривали с партнерами, с командами. Мотивация у многих. Мы обязательно там будем. Но есть определенное «но». Чтобы быть на событии, нужно сделать квалификацию бизнес-профи. И фокус, если я сейчас не бизнес-профи, у меня фокус какой? Сделать за месяц, за два. Впереди у нас, коллеги, жаркое лето. Мы говорили об этом вчера. Жаркое лето в бизнесе. И оно пролетит тоже очень быстро. Вы не поверите, как сказала Татьяна, будет Новый год. И мы точно так же будем думать о том, что же все еще случится, все еще впереди. Время летит очень стремительно, коллеги. Очень. И вот эти три месяца можно сделать так, чтобы кардинально круто изменилась наша жизнь. Поэтому держим фокус на событиях. Минимум квалификация бизнес-профи. Если я уже профессионал и выше, значит, моя задача – показать этот путь своей команде. Как можно больше масштабировать профессионалов. И дальше, коллеги, я рассмотрю конкретно инструменты, как на каждую технологию это будет работать. Вот видите, зашкаливает энергия. Просто зашкаливает. Переверните, пожалуйста, следующий слайд. У меня точно не получается. Коллеги, здесь я прописала. У меня тренинг очень короткий. Вот на этом мы можем все остановиться. Смотрите, фокус. Фокус мы с вами держим на той квалификационной ступени, куда вы хотите попасть. На самом деле, это минимальная квалификация рубля сегодня. Минимальная. Дальше это уже зависит от ваших амбиций, от вашей скорости, от вашего решения, возможно, которые вы примете сегодня и здесь и сейчас. Я проработала именно ключевые триггерные точки каждой квалификации, через что мы заходим, как мы работаем в нашей команде. Люди приходят в бизнес. Они приходят с разными амбициями, они приходят с разным опытом. Это могут быть предприниматели, это могут быть активные люди, это могут быть студенты, это могут быть профессионалы. Разные люди приходят к нам в бизнес. И первый шаг, первый шаг. Мы же приглашаем новую профессию. Новая профессия приводит чего? Определенных навыков, знаний. В институтах этого не учат. В школах этого не учат. Человек приходит. Отчего у него возникают самые первые страхи? Они возникают именно от того, что он не знает, как работать. Он не знает, получится у него или не получится. А окружение-то на него смотрит. А вдруг не получится? А что он мне скажет? И вот эти первые страхи, самая первая мотивация, ее нужно поддержать коллеги нам, как поставникам. И она держится максимум, максимум от недели до месяца. Вот представляете? Если мы говорили, что в течение трех месяцев, полгода, нет. Если у него в первый месяц не получился минимальный доход, он не понял, какие навыки работают и что у него это получится, что новую профессию можно освоить, люди именно из-за этого перестают двигаться дальше. И здесь важный, важный инструмент наставника запустить новичка через самый первый инструмент. Это наш прекрасный клуб 200, всем известный. То есть мотивация здесь какая? То есть человек приходит, первый шаг он должен взять продукт для себя. Без этого никак. Он должен попробовать, пропустить, понять, как это работает, сложить свое определенное мнение, позицию, распаковку, все что угодно. То есть мы знаем, что самая первая возможность это продукт для моей семьи. Возможно, он не придет в бизнес, но продукт брать будет, пользоваться будет. Ценности есть, индустрия wellness работает. Мы видели с вами, как растет эта индустрия, потому что люди опять на банку упают. Вот мы заходим так. Первая закупка сразу, минимум 200 баллов. Если он пришел в заработку, хотели, минимум 200 баллов. Это первая закупка. И вот эту триггерную точку мы показываем, что это не бизнес, ты просто взял продукт для себя выгодно. Следующая ключевая технология. На каждом уровне мы прорабатываем эти ключевые технологии, коллеги. Следующая ключевая технология. В первый месяц можно сделать 1000 баллов. Тебе продукт понравился? Скажите, что в твоем окружении вы не готовы пользоваться. 1000 баллов это легко. Если мы начинаем это позиционировать, если мы про это говорим и показываем, как это сделать, то в первый месяц человек выходит на какие деньги? На первые, на дополнительные деньги. Он проверяет, как это работает. Он понимает, что это просто. Есть определенные инструменты, о которых говорили сегодня все. Вы можете эти инструменты использовать по максимуму, взять в свою команду и все равно каждый будет работать четко со своим инструментом. Кому-то зашли марафоны, кому-то зашли волны с клуба, кому-то кто-то активно будет продвигаться через онлайн, через соцсети и так далее. Но инструменты одинаковые. В нашей команде «Клуб 1000» это четко проработанная технология. Мы отрабатываем сразу на 1000 с самых первых дней, показываем. И у человека нет страхов, он понимает, что не надо, что это сделать. Все, в бизнесе работают законы. Вот это закон бизнеса на первом угаде. Дальше, коллеги, смотрите, какая мотивация. 1000 баллов приводит куда очень быстро. В первый месяц, на второй мы максимум 3. Максимум 3 при любой скорости. Она приводит, через технологию «Клуба 1000» мы приходим в бизнесе 5000 баллов. То есть, если мы там вышли на первый уровень карьеры, показываем, смотри, у тебя уже первая ступень, ты молодец, ты изучил продукт, ты уже знаешь, как он работает, получил результат, то это 5000 баллов – это ступень стратегически важная. Потому что именно с этой ключевой ступень начинается путешествие. Вот смотри, твоя задача – прийти сюда и очень быстро. Потому что ты включаешься в программу путешествия, благодаря которой ты сможешь уже раскручивать дальше большой международный бизнес. И первое путешествие, когда человек оказывается в путешествии, как вы думаете, насколько качественно меняется его отношение к бизнесу? Как быстро он растет? Какая скорость? Я вспоминаю себя. Когда я попала в первое свое путешествие, тогда это была страна Таиланда, и я именно так приняла глобальное решение, что я не хочу жить по-другому, потому что я увидела другие возможности. Я поняла, как классно можно, красиво, круто путешествовать. И точно так же происходит у людей. И мы в команде «Маховик» через программу путешествия запускаем. То есть на сегодняшний день в команде более трех сон человек победителей программы путешествий. Более трех сон, как вы думаете? Это круто сработало, когда мы вот этот «Маховик» реально взмутили. Ну, конечно, аплодисменты. Когда путешествие неоткуда меняет, друзья. Когда человек приезжает из маленькой глубинки, из большого города, когда он проживает в пятизвездном отделе, он видит отношения, он увидит отношения компании, он понимает, что самое главное – это он. Ценности – это он. Вот для него все это. Конечно, жизнь меняется очень круто. Вот я говорю, а у меня же прямо мурашки и дрожат, потому что я представляю свое первое впечатление и первое путешествие. Вот такое же впечатление у вас будет все, кто впервые на этом сам пути. Потому что первое всегда напоминаешь. Будет второе, третье, будут новые квалификации, но первое всегда. Коллеги, суть уловили мысль, да? То есть через какие инструменты мы дальше двигаемся. Дальше, чтобы стать на уровень профи, мы запускаем путешествие. За период действия программы «Путешествие» партнер выходит минимум с прироста на ран профессионалов. Ми-ни-му. Это производит очень быстро. И сегодня профессионал – это не какая-то там ступень, в которой сложно прийти. Это базовая квалификация, базовая, друзья. Вот осознание того, что мы должны выращивать в команде профессионалов. Потому что профессионалы – это ключевая ступень. Ну сколько зарабатывает профессионал? На следующем слайде как раз все это расписано, мы посмотрим. До 100 тысяч рублей где-то в месяц. Но есть профессионалы, которые зарабатывают гораздо больше. Скажите, какой уровень жизни сейчас, да? Что такое 100 тысяч? В принципе, даже если посчитать. Ну вот понимаете, да? То есть первые леты сразу это все понимают. Потому что непонятно, как можно жить на 10-15 тысяч рублей. Представляете, какие истории, да? Я даже не представляю, когда люди живут на эти деньги, что можно себе позволить. Есть города, есть… Ну, мне это странно, конечно. Но это важно, что если ты когда-то жив на эти деньги, но тебя это не устраивает. И ты ищешь возможности. Вот что ценно. То есть, что мы не отвечаем за момент рождения, где в какой семье, какие стартовые возможности были у наших родителей, да? Мы отвечаем только за то, что мы делаем. За то, что мы в своей жизни создадим. И поэтому точно так же, если у меня был такой договор, у меня были такие возможности, но я сейчас действую, и я уже сравниваю себя только с одним собой. Вот этот момент, коллеги. Это профессионал, это базовая ступень. Вот когда приходит это осознание, тогда вы будете штамповать профессионалов за месяц, за два, ну, за три. Это норма. Это станет нормой. И дальше уже масштабирование профессионалов. Когда мы показываем, смотри, в компании есть деньги, в компании есть возможности. Ключевая, ключевая технология на ранге профессионалов, коллеги, ключевая технология. Это автопроект. То есть, мы показываем, как тебе с ранга этих тысяч выйти через ключевые позиции профессионал автопроект. Ради старшего, на следующем слайде я как раз про это говорю. Участие в автопроект и покупка машины за счет автопонса. И вы знаете, эта технология очень круто работает. Очень круто. Сегодня в нашей команде, буквально на предыдущий месяц, на май, в нашей команде было 92 участников автопроекта. 92. Для меня тут наставка, вот эти цифры, они имеют значение. И у нас еще есть команды, которые активно раскручивают эту технологию. Активно. Команда Кыргызстана на автопроект делают квалификации. Месяц, два, три у них профессионалы. Они четко показывают, кто такой профессионал. Смотри, у тебя есть шанс взять машину в автопроект, заплатить автобонусами. И у них крутые дачи. Вот сейчас у нас были события очень крутое нашей команды. Настя Курик. И порядка 20 брендированных крутых машин приедут на это событие. Представляете, как круто? Это мотивация. И у них сработало вот это предложение. То есть мы работаем через автопроект. Мы показали. Покажите возможности, что ты не только имеешь возможность сеть на новый автомобиль, но ты реально на этот автомобиль садишься только потому, что это приведет тебя к квалификации. Потому что дальше уже рассказал пять человек, включились в автобонусы, включились в автопроект. Вот так это коллеги работают. Вот это описание профессионала, это всем известно. И еще мотивация на статусе профессионала, чтобы быстро масштабировать профессионала, это поиска на производство компании в награду. То есть очень многие люди этим мотивировали. Потому что человек выбирает компанию, он выбирает для своего будущего. Ведь кто-то приходит купить продукт, но если основно на приходишь, то же приходишь не на один день, правильно? То есть я в компании уже 25 лет. То есть я прошу, в компании прошли 4 кризиса. То есть мы это понимаем. И люди сегодня хотят абсолютной безопасности, железобетонной уверенности. Люди хотят. И естественно, вот это показывает, когда ты оказываешься на производстве, ты смотришь своими глазами, как это происходит, ты понимаешь отношения, уровень компании, как создаются продукты, у тебя уже железобетонная уверенность, и никто тебе ничего сказать не может. Ты видел своими глазами. Вот как можно передать события, где вы сейчас участвуете, рассказать на словах, что там было. Ну да, можно видео позвать, можно еще что-то. Но когда ты находишься в зале, чувствуете мурашки, да? Энергия. Как это можно передать? Посмотрите, посмотреть фильм, да? С экрана, с экрана YouTube, или с экрана, ну, знаю, инстаграма посмотреть, или когда ты внутри. Понимаете, почему люди рождут, кто выезжает? Не потому, что там информация какая-то. Можно посмотреть информацию, можно получить любую информацию, любые знания сейчас в онлайне есть. Все, кто хочет, они найдут любую экспертную позицию. Но самое ценное, это вот мы за пулиси, когда мы общаемся, когда мы делимся, обмениваемся фишками. Вот это самое важное. Это не купишь ни за какие деньги, коллеги. Поэтому я вас поздравляю, что вы нашли эту возможность. И кто не сознал, не сюда приехал, уже сознал. У него есть четкое понимание, четкая цель. И знаете, на чем держать фокус. Ну и, коллеги, ваш фокус очень четко, конкретно поможет, что сделать? Коллеги, следующий слайд, он же и финальный. Это оказаться на главном событии. Можно следующий слайд? Смотрите, я технико-силовным общением не дружу. Он меня... Туда? Да. Пожалуйста, следующий слайд, ребята, включите. Он финальный. Нет, еще подфинат дайте. Следующий, включайте. Нет! Сверхите, пожалуйста. Хорошо, возвращаем, возвращаем, где у нас была мотивация. Ну, Татьяна уже достаточно столько классных фишек сказала, это просто фразы, знаете, вот фразы, как в точку попадают. Они у меня всегда разные, их много, но на сегодняшний момент не хочется сказать об этом, об этом я уже сказала, что, друзья, трудности обязательно будут, это нормально. Это нормально. Так, не это. Все, вот, отлично, отлично. Трудности, это нормально, бояться этого не надо. Мы с вами в новой профессии, мы с вами в новые навыки, что-то может получаться, что-то может не получаться, это нормально. Главное делайте это каждый день. То, что отличает успешного человека от неуспешного, это то, что он делает каждый день. Каждый день. И сравнивает себя с самим собой каждый день. Не смотрите на тех спикеров, которые вот такие крутые и успешные, я так не смогу. Смотрите на себя. А что сможешь ты? И задаем вопрос себе. Вот это два вайфака, которые на данный момент мы не зашли. Я вот эти тезисы прорабатываю. Поэтому, коллеги, и еще важный момент. Первый, первый лайфхак. Это кой-либо. Если у тебя была мотивация, ты свернешь город. И помните, у подножия горы много людей на пути к вершине там перебывает. Потому что кто идет целеустремленный, у кого есть фокус, у кого есть цель, они двигаются. И если нам дышат спину, значит, мы дышимся вперед. А когда люди идут вперед, они обязательно будут говорить. Обязательно. Хорошо или плохо, но будут говорить. Вот это тоже фронирование нашего проекта. Что тебе будут говорить? Относитесь к этому. Легко, нормально, потому что это ваша собственная жизнь. и сделайте все возможное и даже невозможное, чтобы оказаться на следующем слайде, мы видим с вами, чтобы оказаться в прекрасном, красивейшем месте. Прекрасная стране в Сербии. Есть страны, куда хочется возвращаться. Я много раз была в Сербии, но мне хочется возвращаться снова и снова. Это страна, но главное это событие. Это событие, грандиозное событие, причем уникальное, которое не повторится никогда в истории. Сто лет производства далее отличает в этом году. Компания запустила мощное европейское производство со своими традициями, со своей историей производства, где уже производятся продукты, где работает команда, где новации. И увидеть своими глазами сто летний юбилей, коллеги, ну какой шанс попасть еще раз на сто летний юбилей, сказать себе, я это сделаю в следующий раз. Ну какой шанс? Понимаете, что нужно делать и там быть? Вот если ваше решение сегодня, вы уйдете из зала с мыслью, запустите хотя бы мысль, что вы хотите там быть. Кто уверен, запускайте цель, четкую, конкретную мотивацию, и мы все с вами встречаемся в прекрасном солнечном Бюнграде этой осенью на грандиозном событии компании. Сделайте все, чтобы вы стали профессионалами, либо выросли в команде профессионалов и вместе с ними поехали в прекрасное путешествие на события в Сербию. Коллеги, вы это можете, команда, вы это можете. Аплодисменты вам, именно вы это можете сделать. Держите боку на этом, и ругаться на грандиозном коллеги, мне хочется сказать огромное спасибо спикерам, кто подготовил для нас прекраснейшее событие, ваши кейсы, бесценные коллеги. Огромное спасибо и аплодисменты всей команде, которые все стали, вы создавали фонаршиву, вы создавали фон. Коллеги, я не рада, что в это событие пошло в это прекрасней сказкой фонаршивы в это большое облачение с ума. Что не можно попасть сейчас, а вновь все верные в другом в саду. В саду. В саду. В саду. В саду. В саду. Продолжение следует...